Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас проходит цикл бесед, они называются «Во свете Библии открыты Богом». Перед нами Библия. Я уже ответил много вопросов, там 30 вопросов и ответов Медзорова, Глеб Александрович разобрал. Александр Глебович, да. И потом по своей книге самые такие вопросы. Сейчас мы, ну лично, какие вопросы у кого возникают? Брат их озвучивает. Вопрос относительно рождения свыше. По Евангелию от Иоанна, 3 глава, как Христос беседовал с Никодимом и говорил об этом рождении свыше. От воды и духа. И, в общем, представляется теперь в связи со словами Спасителя нашего Иисуса Христа следующая картина, что церковь Христова должна состоять из людей, которые родились свыше. Иначе это будет уже ну не церковь, а или оглашенные, или вообще люди неверующие, или еретики получается. И теперь мы смотрим на такое отношение к церкви различных различных людей и видим, что вот в нашу именно, ну в нашу, допустим, общину, в нашей церкви православной вхождение детей как такового мы не наблюдаем. То есть вот этого рождения свыше именно тех чад, которых мы знаем, которые вместе с нами и даже на благовестия ходят, и на какие-то беседы, собрания. Их воспитывают наши рожденные свыше братья и сестры, помогают в этом, в деле спасения их душ. И мы смотрим, ну, как говорить, очень много пустых мест сейчас детских. Вот последние наши события, которые произошли в нашей деревенской общине, ужаснейшие события, когда столько чад сразу показывают не просто небрежение, а полное неверие и даже безбожие, я бы сказал. И как вот на все это смотрите вы с такой позиции? как можно такое сложное действие, как рождение свыше, рождение в Духе Святом, это принятие в сердце, в свое сердце Господа нашего Иисуса Христа с его евангельским учением, как можно к большой массе людей определить? Ну, в церковь, это же, будем говорить, несколько десятков тысяч или сотен тысяч даже людей. Но я так понимаю, когда вы говорите об этом, вы часто говорите о рождении свыше, то вы себе какие-то представления имеете? Какое у вас представление об этом? У нас подают заявление на крещение. Ну, подал заявление, деревенский там житель живет, приехал уже, живет он около трех лет, но ходит он, но все оглашено. Ну, наконец, три года прошло, он отвечает на вопросы, он считает его к крещению. Я прихожу к батюшке, говорю, батюшка, он не готов к крещению. А почему? Мы же даем батюшке рекомендации крестить и не крестить, но он сам самовластно принимает решение, крестить или не крестить. Мы только рекомендательный характер имеем. Церковная община, десять человек, церковно-приходской совет, бывает и двух общин даже, и дальше, ну, бывало такое, батюшка даже наставит, тогда вписано, видите, дайте объяснение. Почему? Мы даем, но батюшка делает условия, но только когда будете писать, чтобы тебя рядом не было, чтобы твоего влияния на них не было. А это работники лагеря, я объявляю в лагере сегодня выходной день, всем бумагу, карандаши, ручки и разбредайтесь по степи и пишите, кто что хочет. Сразу же, все. Ну, как папу, когда избирают, они связь с миром прекращают, пока дым не падет из трубы. Разошлись, все написали батюшке, батюшка теперь сидит и считает, без моего влияния, в них достаточно уже заложено. И они объясняют, вот эта душа, она не готова, вот потому-то так-то, 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 а эта душа, она батюшке понравилась, она хорошая, послушная, матушке помогает в огороде и прочее. Батюшка склонился в нашу сторону, да, так, проходит год, и эта самая душа и говорит, как хорошо, что меня не допустили до крещения, я была совсем не готова. Но, так как она была делала та попытка, она огорчилась, она плакала, в конце концов кончится тем, что она была крещена, еще проходит время, и она уйдет в мир. Вот какая штука-то. И она уйдет в мир. Значит, здесь не надо никак спешить. Что такое разъединение смыши? Я неоднократно объяснял. У меня свои есть наработки, просто выслушать не помешает в другой раз. Иногда говорят, ну вот уныние, вот что это такое, что это за уныние? У вас бывает уныние? Я даже не знаю, что это такое. Что-то где-то бывает, а это нет. Ну, на святые объясняют Ава Исаия, не пророк Исаия, а святой отец. Там много написано об этом у Агафона, там даже начинают. Да, так написано. Но вы можете передать, как он написал? Они написали, никто не может передать. Ну, это в общем так. Я говорю, у меня наработка своя, и вам она запомнится. А что такое? Повторяйте. Тире. Плохо сделанная работа. Три слова. Вот уныние от плохо сделанной работы. Да вы что? Так, ну, так-так. Плохо вставал утром, вот тебя уже уныние проспал на работу. Ты плохо где-то делал, не с желанием, плохо сделанная работа. Тебя упрек, тебе платить не хотят, тебя уныние нашли. Я работал, работал, пришел домой с пустыми руками. Молился плохо, дремал. Ответа на молитву нет, у тебя уныние, меня Бог не слышит. Понимаете, у меня свои наработки, мне нравится Феофан Затворник, они такие четкие, ясные, отполированные буквально, ну, как ручка такая, но они такие грубые, уж не оторвешь никак. К слову сказать, я строитель правом работал, и батюшка говорит, вот ты что делаешь, вот если до половины работы, еще никто не определит, кто делал. Но когда ты закончил работу, любой безошибочно скажет, что это делал ты. Почему? А градо все загорожено. Но вертушку я сделаю такую, с топором, и такую прибью, все понятно, делал Игнатий. Это был такой Симеон Верхотурский. И он шил, и чтобы его где-то не похвалили, он шубу шил, тулуп, он возьмет рукав, пришмет на место воротника, воротник на место рукава. Ну, я не ради этого делаю, просто я такой и есть. Я объясняю с прицелом. И вот относительно рождения свыше. Я разговаривал со многими людьми, он говорит, я говорю, а ты сам-то его имеешь, ты понимаешь, что ты говоришь-то? Или только чужие слова повторяешь. Рожденного от нерожденного, это отличает такое, как мертвый и живой. Рожденный живой, нерожденный мертвый. И это настолько важно, что даже на мытарствах ты не дойдешь до царства небесного. Нерожденный свыше. До кого он был архиерей, не имеет значения, в ад пойдет. Патриарх, Папа римский, в ад пойдет. Не можете увидеть царствие Божие, кто не родится свыше. Вы повторите несколько раз это слово. Увидеть, не жить, не ходить, не разговаривать. Увидеть, издалека даже не увидишь. Мы должны буквально понимать. Но вы можете, вот мне говорят, я на два голоса как бы разговариваю, в университетах, а можно так, чтобы я мог запомнить? Очень просто. Давайте вот сейчас здесь, вы сейчас здесь можете получить рождение свыше. Пока на словах. А потом вы в это войдете, переживете, у Бога выпросите. Первое. Ты должен признать, что ты грешник. Так я всегда говорю грешник. Нет, это не то. Ты должен понять, что ты грешник, погибший грешник. Ну, я же и говорю, я грешник. Нет. Погибший окончательно, бесповоротно, беспокаянно. Тебе никогда не спасись. Ты приготовлен для ада. Ну, а почему? Я же исповедуюсь. Он ходит уже в церковь. Я, правда, исповедуюсь редко, но три года назад я был на Пасху в церкви. Ну, неважно. Ты можешь признать себя, что если сегодня умрешь, пойдешь в ад? Знаете, люди трудно соглашаются с этим. Я еще пример такой сделаю. Вот мы работаем на реконструкции горной из Китима, и оттуда ночью идем, и со мной идет кто-то живет на улице на этой. Мы разговариваем, я говорю, Володя, вот, знаете, вышел сеет и сеет. Ну, я не могу о другом говорить, хотя я пересчитал тонны литературы, но Евангелие пропитало все. И вышло, вот одно пало на землю, там при дороге птицы поклевали, другое в тернии заглушило, третье мало имело почву, а четвертое принесло плод такой-то. Ты к какому относишься? Да я не знаю. Ну, давай первое. Я тебе разговариваю, тебе говорю уже, наговариваю уже не один день. Ну, а ты не веришь в это, и демоны похищают у тебя все это. Ну, почему я не верю? Ну, ты в церковь не ходишь, как курил, так и куришь. Ну, да. Вот. А воскресенье, я видел, ты подвыпивший был. Ну, так же, товарищи ко мне приехали. Да пей, я ж не отнимаю тебя. Ну, ты согласен, что ты при дороге, вот все я мимо, и птицы клюют демоны. Да нет, какие тут демоны? Я же признаю все, Христос был, я верю, что он умер за грехи людей. Ну, ладно. Теперь, ты верующий, но верующий такой, что допускаешь грехи. Терния заглушила, плода нет. Ну, как нет? Я за бабушкой ухаживаю, у него плоды, он все перечислит, знает как. Нет, нет. Ну, а бывает так, кто уверовал, как вспышка какая, а потом заглохло. Да я так и не уверовал. Ну, а четвертое, плод приросли 30, ну, тут я уже не отношусь, он разумный. Так, давай снова. Я его загоняю, я понимаю, куда первая категория его, но никак упирается. А идти-то нам 4 километра, я 4 километра пинками туда загоняю. Ну, другого нет, только 4 категории, Христос сказал. Ну, если ты не веришь, давай какую-то пятую придумай. Какая? Вы не можете еще придумать. Тогда снова начинаем. Вышел все эти, все эти, ну, и упал при дороге. Наверное, это я. Вот это и надо. Вот православным необходимо сказать, что он грешник. И он погибший грешник. Православные этого не знают. Они исповедуются, они не знают этого. Они надеются спасти, что знакомый с батюшки, подходит к благословению, иконы целует, мощами, он обложен весь, свечками обставился. Ну, как Мамонов говорит, может свечками обставиться со всех сторон, говорит, и не знать Бога. Даже Мамонову, даже люди, которые с Мамоной в обнимку живут. Ну, давайте по порядку. Вот ты идешь в занятия. Ты давно ходишь на наши занятия? Да, я уже хожу вторую неделю. Недавно. Ну, вам в дороге встретится человек. Бывает. Ну, он скажет, я вижу, вы уже одеты, как... Ну, видно, что ты случайно не верующий, ты скажешь, что да, я христианин. Ты уже христианин? И он говорит, я тоже хочу быть христианином. Скажи, как мне спастись? Отвечай. Я тот человек, который тебя спрашивает. Ну, как? Я скажу, что в храм ходить надо. Он говорит, я уже хожу туда. Ты все равно? А что? Ну, это, крещение принять? Да, я уже принял уже. Батюшка что-то там делал со мной, я не знаю. Но потом. Ну, чаще исповедуется, чаще причащается. Я это делаю уже. Но на душе-то у меня, на душе-то у меня, кто знает, что есть-то? Вы знаете, кто я такой? Нет? Я тебе сказать не могу, иначе меня сегодня же арестуют здесь. Еще сама милиция не знает, кто я. И что я должен делать? Мне говорят им, Бог просчит через батюшку, он скажет, прощается тебя, раб. Но я сделал грех, куда он денется-то? Я сделал, я не могу назвать его грех, меня сегодня же арестуют. Еще один год, 9 лет назад это было сделано. За давность у меня не могут простить. Я уголовник. Но я каюсь, я плачу, хожу в храм, а на душе тяжело и тяжело. Я не могу сказать на душе и легко и светло, потому что я верю в Бога. У меня мрак на душе. Я причащаюсь, какое-то отдохновение наступает, но я отхожу от причащения, у меня опять то же самое состояние. Как я отвечу за свои грехи? Я скажу, это состояние мое было. Я не участник грехов, что люди делают, но внутри у меня было четкое, ясное, вычерченное. Я умираю, иду в ад. Я умру, пойду в ад. Я молюсь, я посты все соблюдаю. Я не курю, не пью, не блудник. Ничего в этом нету. Я послушаю сына, отцу, матери. Я ни одной западе не нарушаю, но я знаю, я буду в аду. Я не знал, как выразить, Евангелия не было. Надо народиться свыше. То есть я должен признать, что я мертвый. Не так, как в газете было напечатано, патриарх Алексей сказал, что мы реставрируем человека. Я так и ахнул. Да не может быть. Да он мертвый тогда, если он этого не знает. Нельзя его реставрировать, он мертвый. Ты можешь марафет, улыбку сделать, все, но он мертвец. Ну, за деньги, как пишет Смоленина в деловой Америке, могут все сделать. Улыбку на лице создать покой, ну там, накачать, шкура погибется, но они знают, что сделать. И покрасит, маникюр, педикюр сделает. Ты внутренне знаешь, что это такое? Мертвец. Ты видел мертвеца? Да, видел. Он мертвец. Сын мой был мертв, я жил. Мертв. Он находился там, вдали от отца, и он мертвец был. Но он пил, гулял, блудил, на полную катушку. Но он мертвый. Когда мы об этом считаем, посланник Ефесянам 2.5, и вас, мертвых по преступлениям, по преступлениям, оживотворил. И далее говорится. А вы знаете, что за грех смерти? Возмездие за грех смерти. Я считаю, это основной стих, по которым нужно беседовать с мусульманами. 6.23 кремлинам. Возмездие за грех смерть. И вот этим надо проникнуться. Вся вселенная на формалине. Мы все умершие. Поле полное сухих костей. Вы это можете признать? Вы ответили неправильно, человек. Он говорит, я там все знаю, ты мне ничего не сказал. Он здесь, кто сейчас признает, что он грешник? Ну как, я хожу в церковь, причащаюсь, значит, не попадаешь. Твое состояние при тебе. Вот вас сколько сейчас человек здесь? 65 посчитали. 65. Кто согласен, что он мертвец перед Богом и пойдет в ад? Ну, 10 человек подняли. Вот с ними я буду работать, а вы только слушатели. С вами я уже не работаю. Не работаю. Вас еще Дух Божий не коснулся. Но в дальнейшем, если пожелаете, будете поднимать руку. И второе. А дар Божий во Христе Иисусе. У Бога свойство такое, что Он ничего не прощает. Для православного уха это вообще, как не прощает? Но я же молюсь просить. Бог не может простить. Написано, Он не может отречься самого себя. Иногда говорят, а если что, Бог не может? Многое есть. Он не может солгать, не может отречься самого себя. Он не может. Бог не может простить грех, потому что возмездие за грех смерть, и поэтому за грех кто-то должен умереть. Для этого сводит Сын Божий с неба, воплощается через преблагословенную Деву Марию, принимает плоть. Да, если бы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьяволу. Евреям 2.14. Он рождается для того, чтобы взять грехи мира. Вот агнец Божий, евангелетян 1.29, который берет на себя грех мира. Вы верите в это? Теперь свои грехи припомни. За каждый грех смерть. Сколько же смертей примет этот агнец Божий? Еврей по плоти. Сын Божий. Бог сущий во плоти. Сущий над всем Бог. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Это был Бог. Второе лицо Святой Троицы. Ты в это веришь? Веришь. Вот теперь скажи это Христу. Скажи. Не знаешь, повторяй за мной. Господи, я признал, что я погибший грешник. Что за каждый грех человек должен быть в аду навеки. Но я узнал про любовь Твоей Святой Библии. Что Ты умер за меня и кровь свою пролил страданием на кресте меня. Ты искупил меня. Это не просто спаситель. Это мой личный спаситель. И он говорит, усвой это. Привлеки к себе Христа. Он умер за вселенную, а ты скажи, за меня умер. И дал мне свободу. Потому что за один грех два раза не наказывает. Об этом говорит Таразаконие. Дважды не наказывается. И Отец Небесный, образно нарисуем картину, на меня гневается, проливает гнев, но Христос распростер руки на кресте и гнев падает на него. А я под крестом спрятался. Он взял это. И это рождение, если я его принял, он занимает место в моем сердце, в моей жизни. Я его пускаю. Господи, теперь Духом Святым войди в меня. Дай мне жить для тебя. Постоянно молитесь. Написано, постоянно молитесь. Слово Божие, чтобы было день и ночь в моих руках. И исполнять святые заповеди все десять. И правильно понимать о Святой Субботе, Четвертой Заповеди. Вот что такое рождение свыше. Я могу это уменьшить по размеру, разговаривать, но я должен довести до апогея, чтобы человек понял. я не знаю, как называется музыка крещенда, кажется, такой звук, когда издает музыкальный. Не говорю о том, что я не знаю, просто слышал это дело. Это до высочайшего состояния ужаса должен дойти человек. Я помню, мы когда, я из армии уже пришел, ездили далеко за Силосом, а сани огромные, ну а сверху, все она там набросана, я лежу, скрипят одни сани, и как-то привыкнешь, уже трактора не слышно, звезды, я лежу, и одни звезды. А Евангелие еще не видал. У меня вот, я знаю, что есть от вечного мужчины, от страха Божия. На меня такое состояние найдет, хочется бежать по снегу, в степи, захватить голову руками и кричать, Боже, для чего я родился. Лучше бы я не родился. Это действительно так, кто не родится свыше, лучше бы не родиться. И мне никто не сказал, что за мои грехи умер Христос. Я это услышал только у пятидесятников, которые соединены с баптистами были. Меня не надо было уговаривать, только мне не сказали даже, а дали Евангелие в руки. Я прочитал, я уже через пять лет готовый был. Через пять минут сказать, лет. Все. И там впервые я высказал Богу молитву. Я понял, я не верю всему написанному. Первая моя молитва была, дай мне веру во все написанное в этой книге Библии. 50 лет как один день прошли. И Бог дал такую жажду, что я забывал есть и пить. Я видел, это не буквы какие-то, в это время я работал на корабле. Я забывал есть. Меня спрашивают, ты-то обедал? Я не знаю даже. Такую память мне Бог давал. А это я все забыл. Я с моим Богом. Я слышу слова Его, буквально тональность, все во меня вкладывается. Я считаю, записываю, другим друзьям, всем, отцу, батюре, братам, всем написал. Я нашел Христа, он меня встретил. Я уже неоднократно говорил, у людей какая-то мечта бывает. У меня с пяти лет была мечта стать террористом. С пяти лет. Отомстить коммунистам за поруганную родину мою. Вот такое чувство, пятилетнего ребенка, мне отец мой вложил. Показал, как тут жили люди. Он инвалид войны, был без руки. И что с ними сделали эти аглоеды, как он называл? Каких людей погубили? Там канавы заросшие, все еще идут на километры, километры. Эти люди такие были. А кое-где канавы, еще мой рост, вот такая вот и даже выше. Это лопатами копали. Грань делали, чтобы друг другу тут не было. Это ему дали. И дальше на Рыбе все погибло. Я уверовал моего Христа 27 сентября 1962 года в 17.00 в Латвии город Венспес у улица Карла Розенберга 18.00 дробь 4. И вот говорят люди, я уверовал, молчу, не знаю. Для меня это... Вот я уверовал, я сразу встал, я понял, я другой. Я смотрю обновленным взглядом. Я на все смотрю по-другому. И только лосманский наш катерок подъехал, ну подошел к кораблю, я переступил через пальшборд и первому матросу сразу стал говорить, мы живем неправильно, Христос умер за нас. И 50 лет в этом накале я прожил. Рождение свыше. Вот в церкви сегодня этого нет. Пришел, ну вот он ходит, и вот они там рокеры, которые, мотоциклисты разные, они приходят, и вот постепенно воцерковляются, то есть блевотины обрастают постепенно, и она засыхает на них. Нужно человеку одно, чтобы столы не были наполнены отвратительной блевотиной, а святое, живое слово, тем более у православных. Каноны не знают. Все нарушается. Сегодня действующих 719 правил, правил Вселенских Поместных Соборов, из них 413 ежедневно, целенаправленно, умышленно нарушаются. По воле епископата, патриарха и священников. Я не говорю, где патриархии, чтобы не обижались. Ну, считайте, тысячи лет назад. Перекиньте это на Японию. Вот так. И далее постоянная молитва быть Вадимом Духом Святым. Как Царю Небесный Утешителю, Души Истинной Ежевездесы и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в нас и очисти нас от всяких скверных и спаси благие души наши. Это молитва к Духу Святому. Она начинается и утренним, считается в молитвах и вечерних, и при богослужении. Я с Духом Святым разговариваю. Приди и вселись в меня. Если после стих хлеба не даст камень и просите рыбы, не даст змею. Рыбу, если просите. А если просите, дальше Господь перечисляет. Что еще просит? Яйцо. Яйцо. Не даст скорпиона. И далее говорит, и так, он подаст Духа Святого. Да решила о скорпионе, о хлебе. Откуда Дух Святой появился? А во всем этом и заключается. Я молюсь в Духе Святом. Я получаю просимое в Духе Святом. Это Бог делает. Моя жизнь состоит из одного непрерывного восторга. И утром, и вечером. Какая была ночь. Какое было утро. Как мы встали и каждый вечер подводим итог. Один день лучше другого. Как многое позволил ты нам сказать, встретиться. Вот вчера у меня такие были встречи. И в интернете, и везде. Казалось, мне в интернете любить, а я из него не вылажу. Там есть наш сайт, форум, одноклассники, там ВКонтакте, ну где только чего нет. Живой журнал мне уже сделали, там сколько работает. Модераторы. Бог дает друзей преданных. Один из них рядом сидит. Как он приехал с севера, и как чудно Бог его нашел. Расскажешь немножко. Нашел через что? Через Слово Божие. Через Слово Божие и через рыбу. А, через икру. Икру. Красную. Здесь, да. Вот этот момент захвати, как приходили священники, мне рассказали тебе, и как ты потом с икрой пришел, и как ты на нас попал. В пять минут ложись. Ну, я уверовал в Господа по Слову Божьему. Ну, различную классическую литературу читал, ну и там о Боге говорилось. И как-то Господь сподобил сердце мое начать поиски Библии именно. Потому что другое я не знал, Нового Завета я не знал Слово Новый Завет. А Библия это все-таки на слуху Слово, тем более я грамотный, учился и в школе, и в институте. Ну, Библия. Против чего восставали? У нас атеизм был в институте. И нам-то нас учили правильно беседовать с верующими людьми, как им отвечать на их вот эти заблуждения, все это мракобесие. И Библию поиски мои закончились тем, что я Библию все-таки приобрел, купил ее за 25 рублей в 88-м году в декабре месяце. И начал ее читать. Ну, больше всего меня интересовал такой вопрос. У Булгакова тогда это была очень популярная повесть Мастера и Маргарита. И там было написано, что Иуда был зарезан. И в общем, вот с этого-то поиски начались. Что как так, я знаю, что Иуда-то повесился, об этом все знают. И он, когда висел, это поверье такое народное, он дрожал, как осиновый листок. Ну, то есть вот такое было. Я думаю, так, а что же тут тогда пишет этот классический писатель-то? Надо найти, узнать. И вот, когда я нашел Библию, я начал с самого начала. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, Дух Божий носился над водой. Я прочитал, и как завороженный оказался перед словами семи. Я думаю, что же тогда дальше-то? Не могу понять. Я никак не мог ожидать, что такая глубина в этой столь древней книге. Ну, она древняя, понятно, для всех. И ее так все боялись почему-то, не надо читать ее было. И пока я дошел до этого места, где говорилось об Иуде, я уже был верующим человеком. Но в Бога я уверовал, а Иисуса Христа не познал. То есть вот именно того самого рождения свыше, о том, что мой Спаситель меня спасает для вечной жизни от грехов моих, и при этом сам гибнет, но в то же время он вечно живой, воскресший, и воскресит меня, этого я совершенно не знал и не понимал. Об этом я уже понял, когда начал ходить в церковь, в церковь я начал ходить на Колыме, там же, где и получил Слово Божие. Это поселок Ягодное Магаданской области. И в церкви приезжали батюшки один раз в месяц или раз в три месяца по-разному. Батюшка приезжал в наш поселок из Магадана какой-то отец один, и там он таинство преподавал. Это крещение и причащение, исповедь. И я туда ходил, ну все, как говорили, так и делал. Дальше этого не шло. Когда я желал побеседовать с батюшками, потому что у меня очень много вопросов было по Слову Божьему, накопилось, они от меня этих бесед и этих вопросов не принимали и ответов не было никаких. Один был только отец Сергий, он наставитель храма Святаго Духа в Магадане, это центральный храм. Он один раз мне сказал, что слово «вилл» это из Даниила 14-й главы, оно переводится как Владимир Ильич Ленин. Я просто столбенел от этого. И я говорю, а что дальше-то, как это? Он говорит, а вот дальше остальное я читаю в книжках. А в каких книжках? Книжки у нас в православных церквях только сугубо православные, чаще всего с церковно-славянским языком, или какие-то молитвы переведенные, или такие переводы, что наших старцев ближайшего времени. Но никак не Иоанна Златоуста, не Феофилакта болгарского, не Аверкия, и не Петра. то есть, не было тех толкователей, которые бы простоте объяснили Слово Божие, ну, конечно, во Святом Духе, которые я потом столкнулся, когда уже получил Слово Божие в полноте, вернее, в толковании Святых Отцов. И закончилось это все тем, что в наш поселок приехала делегация священник, и с ним там еще несколько человек, послушники, и с ними был дьякон, это отец Михаил Фаст. И до такой степени мы с ним сошлись душами, что он меня пригласил к себе посетить его в Магадане, потому что он там жил. И когда меня пригласили на работу в Алтайский край, работать геологом, то я поехал именно останавливаясь так сразу, ну, осознал, что надо остановиться у отца Михаила Фаста. И он мне там передал для своей мамы здесь, в Барнаул, как раз куда я ехал, для своей тещи, так сказать, мамы его, тети Аллы, Алевтины Пантелеевны, Петеримовой, и ее мужа Баптиста, Анатолия Кузьмича Петеримова, передать красные икры. Говорит, ты как приедешь, передай сразу им, потому что это как мой гостиниц, им почтение такое, а то когда еще отсюда вырусил. Ну, действительно, оттуда путь не близкий, все-таки 6000 километров, все это на самолете. Ну, и когда я приехал, я в первые же сразу часы побежал туда, чтобы отдать этот гостиниц. А когда я прибежал сюда, то оказалось, что отец-то его, тесто Баптист, а мать-то, тетя Алла, она казалась православной. И мы с ней разговаривали, еще я увидел странность большую, что у них в квартире сразу человек пять, или может даже больше было, пятеро осталось, может даже, скорее всего, там побольше было, молодежи, и все сидят в разных местах квартиры, там, в зале большом, и читают Новый Завет. Вот это меня очень сильно поразило сразу. Думаю, как так? Столько людей одновременно сидят и читают Новый Завет, и все с бородами. Я тогда еще, у меня тогда бороды не было, была трехдневная щетина, потому что у меня бритву украли в поезде при подъезде в Барнаулу. И поэтому я был гибрид. Меня это так как бы останавливало, но когда я увидел столько небритых, и у меня сразу вопросы начались именно о бороде. Но и с этого начался поиск истины моей, который закончился на занятиях по Слову Божьему, которые, кстати, вы вели это в университете. И было это первый раз я попал на занятия 3 января 1996 года. И сразу с первого занятия у меня начали возникать вопросы, потому что я получать начал ответы по Слову Божьему. Как вы... Я еще тогда не знал, что все ответы... Я думал, что... Как вы еще мои мысли можете читать-то? У меня на сердце вопросы эти были в мыслях моих. Думаю, непонятно. Теперь-то мне понятно, что Господь, Он человек знает очень хорошо, и все вопросы, которые касаются плоти человеческой и души, они уже разработаны Господом. И через пророков, апостолов и учителей церкви все эти вопросы, они ставятся перед человеком и отвечаются им уже. И тот, кто принимает, кто имеет ухо, кто имеет очи, кто имеет сердце плотиное, тот все это воспринимает и начинает жить. Вот то, что вы говорили, это притча как раз о сеятеле. И становится категорией именно четвертой, той, к которой все стремятся. Ну, о себе нужно всегда, как говорили святые отцы, держи взор долу, а ум всегда в аде, а сердце со Христом, чтобы было. И тогда ты никогда не согрешишь. Ну, так вот надо. И после того, как я обратился уже ко Христу, открыл перед Господом свое сердце, дверь сердца своего, и тогда уже встал вопрос о моем крещении. То есть, из оглашенных я плавно через полгода получил и крещение тоже. И я считаю, что рождение свыше я получил после занятий, после встречи с вами, с вашими учениками, с вашими ответами на вопросы, которых было тогда превеликое множество, и вы отвечали именно вот так, как сейчас отвечаете, вот, для, как бы, аудитории уже интернетовской, тогда вы отвечали перед аудиторией, в этом классе, где мы проходили это научение для рождения свыше. Я так считаю, что ваш ответ как раз и говорит о том, можно ли получить рождение свыше, обучаясь. И я, вы как раз и ответили, что, конечно, только в этом и будет происходить рождение свыше, потому что, как говорит пословица, солдатами не рождается, солдатами становится. Мы ее вот перефразируем на духовное и скажем, что христианином не рождаются, а христианином становится. Тут такая еще деталь, когда говорят от воды и духа, православные считают рождение свыше, это покрестить. Ну, пришло, лоб помочили и все. Их вот это, от воды и духа, они стали дальше говорить, ну, можно и песком, можно и слюнями, то есть песочное, я говорю, пошли, батюшки. Тут надо сказать, что покаяние и крещение неразрывное. Почему сразу сказал Петр, покайтесь, дальше, и докрестится каждый из вас своими Иисусом и Христа для прощения грехов. У сектантов покаяние, там прощение, а крещение у них только для того, чтобы обещать Богу доброй совести. Это прощение там. И когда человек уверовал, о чем я говорил, для рождения свыше, крещение, погружение, это не акт рождения свыше. Это закрепление, окончание. Воды отошли. Воды отошли, как вот рождается ребенок и воды отошли. Это рождение с этим связано. А то, что погрузился, был, говорит, сухой грешник, теперь мокрый грешник. Крещение, настоящее только там, где человек истинно отдал свое сердце Богу. И батюшка, когда я сказал, кого ты крестишь, что этот человек не готов, он говорит, ну, он все ответил правильно, уже три года прошло, что все должны быть такой, как ты? Ну, а какой я? Ну, может быть, здесь просто уже так сказал. Я говорю, ты сам смотри. Ну, так и получилось. Он крещеный, но все в нем, вся ветхая природа такая и осталась. Он такой же и был. Ну, в чем-то там маленько изменяется. Вот это слово, я считаю, самое трухлявое, каноническая территория, каноническая территория, или воцерковление, абсолютно не христианские слова. Это привыкать помаленько, узнавать, что-то делать, свечки, через какое плечо подавать, когда подходить там к батюшке, это все воцерковление. Нет такого слова. Есть мертвый и рожденный свыше. Тема закрыта. Аминь. Спаси Христос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Христос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова